Здравствуйте, друзья! Пожалуй, самый частый вопрос, который задают практологу, что делать, если болит задний проход. Боль – это самый частый симптом, который заставляет пациента беспокоиться и обратиться за помощью к врачу-хирургу или врачу-практологу. Но, к сожалению, ввиду деликатности проблемы, большинство предполагает сначала поискать информацию в интернете, заняться каким-то самолечением. Друзья, форумы в интернете не заменят полноценного осмотра врача и поставить правильный диагноз может только квалифицированный специалист. Дело в том, что причин боли существует огромное количество и не всегда это геморроидальная болезнь. Обычно именно диагноз геморрой – это то, о чем думает пациент в первую очередь. Я, как врач-практолог, когда слышу о жалобе на поле в прямой кишке, в первую очередь думаю о другом заболевании. Об анальной трещине, которая наиболее часто сопровождается спазмом сфинктера при дификации и выраженным болевым синдромом. При анальной трещине боли усиливаются при дификации, то есть при походе в туалет. Или при запорах плотный каловый столбик травмирует рану в анальном канале, ткани рвутся, позднее образуются плотные рубцы, амазалелые края трещины, сторожевые бугорки. И это сопровождается спазмом сфинктера, выраженным болевым синдромом, выделением крови. Но без осмотра, без пыльцевого исследования прямой кишки, без аноскопии, это осмотр анального канала, в некоторых случаях без ректоскопии, и ректороманоскопии, и даже колоноскопии, выставить правильный диагноз не представляется возможным. Если говорить о хроническом геморрое, то такой симптом, как боль, совершенно для него не характерен. Так что, когда на форуме кто-то пытается поставить диагноз геморрой, не разобравшись и тем более назначить лечение свечами и мазями против геморроя, это вызывает, знаете, такое недоумение. Вред может быть не столько от такого самолечения, сколько от затягивания проблемы и невыяснения истинной причины боли прямой кишки. А причин этих может быть достаточно много. Перечислю основные и наиболее частые из них. Помимо анальной трещины, в которой я уже упоминал, это еще и острый периональный тромбоз, или острогеморроидальный тромбоз. Это состояние может быть как на фоне геморроя, так и абсолютно самостоятельным проявлением такого состояния, не связанным с геморроем. Более подробно я уже освещал эту тему в своих старых видео. Посмотрите вверху экрана, оставлю ссылку. Плотная болезненная шишечка под кожей, такой величиной с фасоль, болезненная, которую пациенты могут даже сами определять при пальпации вокруг области лимбы прямой кишки. Вокруг шишки может быть отек, боль, может быть достаточно интенсивная болевая реакция. И особенность при провоцирующейся присидении, положении сидя на стуле. В некоторых случаях могут быть и кровянистые выделения в области прорвавшегося наружного узла или прорвавшегося тромба. Не стоит уповать на самодиагностику, поскольку припухлость в области прямой кишки с выделениями крови или тем более слизи, это может быть проявление более грозных заболеваний онкологических, то есть ректального рака. Поэтому буду повторять много раз, лучше показаться врачу. Следующая возможная причина это парапроктит. Парапроктит это воспаление одного из клетчаточных пространств вокруг прямой кишки. Чаще подкожного, но бывают случаи и седалично-прямокишечного, более редкого тазово-прямокишечного гнойника. Чем более поверхностно расположен гнойник, тем более выраженным будет локальный болевой синдром и менее выраженным могут быть симптомы общей интоксикации и недомогания. Тазовый парапроктит может вовсе не проявляться локальной болью вокруг прямой кишки, а лишь с тянущими болями какими-то в малом тазу без явной такой локализации. Это наиболее коварное и опасное состояние. Друзья, если на фоне боли в области прямой кишки, у вас появилась температура или ухудшилась общее самочувствие, не нужно медлить, обращайтесь сразу за помощью к врачу. К сожалению, приходится практически регулярно, можно сказать, каждую неделю сталкиваться с пациентами, которые занимаются самолечением, обращаются только через несколько суток, иногда неделю сидят дома, после начала болеют, что усугубляет течение заболевания. В некоторых случаях при развитии анаэробной флегмоны, угрожающей жизни анаэробной инфекции, такое промедление может закончиться весьма плачевно, даже фатально. Хронический парапротит или свящи прямой кишки проявляются, как правило, невыраженным болевым синдромом, как правило, это просто какой-то дискомфорт, выделение из наружного отверстия свяща, мокнутие. Но боль, в классическом понимании, для свящей прямой кишки, в отличие от острого парапротита, не характерна. Далее. Сфинктерит. Это воспаление анального сфинктера. Или анусит. Это воспаление в области анального канала. Это многофакторные заболевания, имеющие множество возможных причин, от травматизации при анальном сексе до дисбактериоза, грибковой инфекции и многих-многих других разнообразных причин. Помимо боли, может быть зуд в области заднего прохода, покраснение слизистой, эрозии, мацерации кожи вокруг ануса. Еще одна причина боли в области прямой кишки, требующая дифференциальной диагностики при отсутствии видимой органической патологии. Это проктологии, или тазовые боли, так называемого в составе анакопчикового болевого синдрома. В том числе на фоне остеохондроза, когда происходит задавление нервных корешков, которые выходят из крестца и нервируют прямую кишку и область прямой кишки. Есть несколько нозологических форм анакопчикового болевого синдрома. Это кокцигодиния или только изолированная прямокишечная форма, проктология, хандроз, межпозвоночные грыжи, протрузии пояснично-крестцового отдела, сдавление опухолью. Все это те состояния, которые следует исключить в случае отсутствия других видимых органических причин болевого синдрома. Это крайне сложный и кропотливый диагностический поиск. Процесс, который иногда занимает много времени. Только при исключении всех возможных органических причин, которые могут быть ответственны за болевой синдром в области прямой кишки, врач имеет право выставить диагноз проктология. Встречается большое количество случаев психогенной проктологии, когда после назначения буквально одного или двух сеансов у психотерапевта удается полностью купировать боль в области прямой кишки. Хотя до этого пациент уже проходил несколько курсов различного рода терапии, обследовался, проходил КТ, МРТ и так далее. Иногда таким пациентам не по показаниям, а от отчаяния выполняют различного рода операции, которые, к сожалению, не приносят облегчения, только могут усугублять проблему. Правила боли нейрогенного и психогенного происхождения, они не связаны с актом дефекации. Болит ночью или в положении сидя. То есть при внимательном изучении всех данных, при тщательном обследовании дифференцировать такие состояния врачу можно и нужно. Еще одной важной причиной боли в области прямой кишки является дискоординация мышц тазового дна или дисэнергия мышц. Это функциональное расстройство, для которого характерно помимо боли прямой кишки во время и после дефекации могут быть такие жалобы, как нарушение опорожнения прямой кишки и чувство неполного опорожнения или коломазание, необходимость принимать вынужденное положение тела во время дефекации, длительное натуживание, иногда недержание мочи и газов или даже сексуальная дисфункция. Иногда врач поверхностно обследует пациента и выявляет в анальном канале наличие вот этих геморроидальных подушечек, хотя напомню, что это не является критерием постановки диагноза геморрой в норме, геморроидальные сплетения имеются даже у абсолютно здоровых людей. Так вот, такие горе-специалисты, не разобравшись, выставляют диагноз хронический геморрой и иногда и оперируют пациентов и не получают никакого результата. А чаще боли даже усиливаются после операции и как снежный ком проблема нарастает. Как важно внимательно обследовать пациента, оценивать все жалобы, прислушиваться даже к самым неважным и на первый взгляд таким малозначительным особенностям и нюансам. Расспрашивать пациента, нужно расспрашивать о процессе дефекации, его ощущениях до, во время, после опорожнения. Большую роль играет так называемая пуберектальная петля. Это лобково-прямокишечная мышца, относящаяся к леватору. На этом рисунке она обозначена прерывистой линией белой. Эта мышца вместе с наружным сфинктером обеспечивает очень важную функцию удержания кишечного содержимого и газов, а также опорожнения. Пуберектальная петля, как муфта, она охватывает прямую кишку и делит ее на два таких изгиба. В спокойном состоянии пуберектальная петля, она образует этот аноректальный угол. То есть прямая кишка на самом деле не является прямой по форме, а чуть изогнута под воздействием пуберектальной петли. Так вот, в норме этот угол составляет от 90 до 110 градусов. Тогда как, когда возникает соответствующий позыв на дефекацию, лобково-прямокишечная мышца расслабляется и угол становится 180 градусов. Прямая кишка как бы распрямляется и становится действительно прямой. Происходит изгнание каловых масс. Когда мы по каким-то социальным причинам, находясь в общественном месте, например, мы напрягаем эту буберектальную петлю и угол становится меньше. То есть он становится ближе к 90 градусам или даже меньше. Мы обеспечиваем удержание фекалий. Так вот, происходит, когда происходит вот эта дискоординация мышц тазового дна, может быть несколько вариантов этой патологии. Но наиболее часто это когда мы устроились, например, на унитазе и хотим сходить в туалет. Можем себе это позволить. Но вот эта буберектальная петля, она не расслабляется. Или даже наоборот напрягается еще больше. Больше сокращается. И пациенты, страдающие функциональными расстройствами такого типа, начинают помогать себе. Они начинают въелозить на унитазе, поднимать колени, интуитивно принимая так называемую позу орла. Когда колени поднимаются вверх и прижимают брюшную стенки. Создают давление на мышцы брюшного пресса. Механический пациент заставляет эту буберектальную петлю расслабиться. Некоторые грамотные врачи, практологи таким пациентам рекомендуют использовать при дефекации специальный порожек под унитаз. Чтобы было удобно создавать вот эту так называемую пресловутую позу орла. Но не решается эта основная проблема. Это все палеотив. нейропсихическая настройка анального рефлекса и работы буберектальной петли она к сожалению остается эта проблема нерешенной. И глобально это плата за так называемый цивилизованный образ жизни. За отход от природы. Плата за то, что человек обладая высшей нервной деятельностью в приоритет ставит не свой организм свое здоровье, а например рост по карьерной лестнице и работу по 12 часов в сутки. В какой-то момент ваш организм начинает давать сбой, мол раз ты можешь уделять мне всего не можешь уделить нормально 3-5 минут для нормального похода в туалет во время работы то и я перестану выполнять все эти функции скоординированно. Страдает сам пациент. И все проблемы с походом в туалет накапливаются как снежный ком с годами. Человеку поначалу даже может казаться что все нормально может их не замечать и обращается к врачу только когда уже совсем плохо появляются боли или явные проблемы с опорожнением. Лечение нарушений мышц тазово-дна это очень интересная тема. Прежде всего в основе лечения должна быть бостерапия так называемая либо биофидбэк терапия метод биологической обратной связи. К сожалению не каждый врач проктолог этим занимается и не у всех имеется нужное оборудование. Многим пациентам такое лечение просто недоступно. Повторюсь к сожалению. Желательно чтобы это было минимум 3-4 программы бостерапии для тренировки разных мышц. используются специальные датчики это ректальные вагинальные датчики на переднюю брюшную стенку и даже на мышцы внутренней поверхности бедер и ягодиц. Устанавливаются датчики которые позволяют также тренировать синергизм мышц. Ну а методы посттерапии подробно можете сами почитать. По сути говоря упрощенно пациент играет в компьютерную игру своими мышцами. тазово-дна и происходит тем самым тренировка этих нейромышечных взаимоотношений. Таким образом дискинезия мышц тазово-дна это комплексная проблема которая также может быть достаточно частой причиной болевого синдрома в области прямой кишки. Друзья на самом деле я перечислил лишь наиболее частые причины боли более редкие причины такие как например солитарная язва прямой кишки могут быть причины могут быть воспалительные заболевания кишечника например болезнь крона язвенный колит псевдомембранозный колит и так далее все эти заболевания об этом надо помнить пациентам еще раз повторю что не занимайтесь самолечением здоровье это почти единственная человеческая ценность все остальное это уже менее важно поэтому друзья желаю вам крепкого здоровья берегите себя и своих близких спасибо за внимание до скорых встреч спасибо спасибо за просмотрю спасибо за просмотрю спасибо за просмотрю